В Славянске-на-Кубани прошёл благотворительный марафон во имя детских улыбок. Его участники – глава Славянского района Роман Сенеговский и его заместители – главы поселения, депутаты, представители силовых структур и духовенства, руководители предприятий и учреждений бюджетной сферы, общественные деятели – все те, кто неравнодушен к детским судьбам, те, кто пришли в этот вечер с открытым сердцем и желанием изменить к лучшему жизнь больных детей. Благотворительный марафон организованной администрацией района объединил всех тех, кто в канун самого волшебного праздника – Нового года решили подарить настоящее чудо тем, кто больше всего в нём нуждается. Сделать большой общий вклад в самое важное дело – спасение жизни ребёнка. Детей, которым для победы над болезнью нужны дорогостоящие операции, препараты, обследования, и которым без посторонней помощи просто не обойтись. Сегодня день добра, сегодня несколько часов добра, когда наши люди – это руководители различных структур, различных предприятий нашего района – подарили мамам, подарили больным деткам надежду на выздоровление. До начала благотворительного вечера в зале ресторана-гостиничного комплекса «Галлар Холл» развернулась выставка-продажа, где каждый мог не только насладиться творчеством славянцев, но и опустив деньги в боксы, выбрать для себя понравившуюся работу, тем самым помочь больным детям. За счёт благотворительных средств им смогут оказать необходимую помощь – оплатить дорогу к месту лечения, кто-то пройдёт курсы реабилитации, купит дорогостоящие лекарственные препараты. На благотворительном вечере гостям были представлены 9 грустных семей из Славянского района, судьбы которых похожи. В жизни этих людей случилось горе. Маленькие дети страдают тяжёлыми болезнями. Обо всех этих детях на экране показали видеосюжеты. После просмотра гостям БАВа обратился глава Славянского района Роман Сенеговский. Спасибо всем, что пришли. Все неравнодушные люди. И вы видите, что наши дети нуждаются в нашей поддержке. Поэтому, я думаю, совместно, либо мы сами с вами, либо наши друзья-близкие, которым мы расскажем об этом горе, конечно же, нашим детям помогут. Также в рамках благотворительного марафона состоялся аукцион, лотами на котором стали детские поделки, вышивки, картины. Все вырученные средства с аукциона передадут нуждающимся семьям. Среди гостей – руководитель предприятия «Славянск-эко» Денис Выпринцев. Не мог пройти мимо чужой беды, не услышать крика помощи, признаётся Денис Иванович. Часть какую-то оказала нуждающуюся людям, ну, конечно, хотелось бы сделать ещё большего. Желание помогать не осталось только желанием и для руководителя винзавода «Славпром» Жанны Беловол. Когда ты посещаешь такие мероприятия и видишь горе других людей, да, мы его и повседневно видим, но особенно когда вот сразу вместе и в таком масштабе, ты прекрасно понимаешь, что все наши проблемы – это просто мелочи, да, по сравнению с тем, с какими проблемами сталкиваются семьи, у которых самое страшное, что может быть, это когда болеют дети. Спасибо Господу, что Он даёт нам возможность сегодня зарабатывать, и однозначно мы сегодня должны делиться и помогать. Поэтому от имени всего коллектива тут же было принято решение, да, и мы адресно оказываем помощь нескольким семьям в размере, в сумме 80 тысяч рублей. И мы и до этого помогали. И несмотря, будет аукцион, не будет ещё аукцион, мы, конечно же, будем помогать детям, потому что это просто необходимо. Предприниматель Александр Кияшко отмечает, для детей и родителей благотворительность – это больше, чем помощь. Она даёт им силы продолжать путь к выздоровлению. Каждому ребёнку с детства, детство дано как награда, наверное, за его рождение. К сожалению, среди нас есть детки, которые, ну, рано вступают в взрослую жизнь. И вот такие вот участия нас, взрослых, это должно быть, это мы просто обязаны быть рядом. Ещё раз спасибо огромное, что позволено участвовать в этом мероприятии. Благотворительный марафон собрал действительно очень много людей. Он в очередной раз доказывает, что у милосердия нет границ. Директор ресторана-гостиничного комплекса «Галлархол» Николай Алавердов также оказал помощь больным детям и поучаствовал в аукционе. Он уверен, что теперь такие благотворительные вечера будут традиционно проходить именно в «Галлархоле». Это была наша личная инициатива. Её поддержал глава района. И, конечно, мы всё сделали так, чтобы всем было здесь уютно, хорошо. И я думаю, что мы этот вопрос будем рассматривать, чтобы ежегодно проводить такие марафоны. Можно разными путями прийти к благотворительности. Тут миллион дорожек. Главное – стремиться сделать добро и проявлять щедрость души. Кажется, простые истины. Но на них, тем не менее, и держится мир. Никто не застрахован от горя. Беда может прийти в любой дом. Трагедия может произойти в любой семье. Все вместе мы можем дать шанс больным детям распахнуть наши сердца, чтобы маленькие сердечки могли биться и дальше. И свидетельствовать миру о том, что живы и мы, раз в силах услышать чужую боль, а не пройти мимо.